А начинаем мы обзор поединка прошлого уикенда с вечера бокса, который состоялся 5 апреля в Мургатаун, Западная Виржиния, на арене Waterfront Hotel, где главный поединок проводил наш соотечественник, чемпион по версии Американской боксерской федерации в Крузервейте Любомир Пинчук, противостоял ему в 8 раундах оппонент Энтони Тротт. В принципе, Любомир не имел проблем со своим соперником, если в первом раунде Тротт еще и показывал какую-то активность, то уже во втором раунде, благодаря точным ударам от Любомира, она была погашена, ну а в третьем раунде усталый Тротт уже бесконечно пропускал удары и в конце раунда, пропустив два боковых подряд справа, оказался на конвасе, вынудив рефери остановить поединок. Победа Любомира Пинчука и, по его словам, этот бой нужен ему, чтобы не ржаветь вне ринга в ожидании будущих титульных поединков. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикардо Эль Матадор Майорга, помните, как он разобрался с Фернандо Варгасом и Вернаном Форестом, дебютировал в получажелом весе, проведя 6 апреля поединок в столице Гватемалы против местного проспекта, довольно-таки успешного боксера-любителя Лестера Мартинеса. Правда, как оказалось, на взвешивании не дотягивает до 79,4 килограмм Рикардо Майорга, поэтому бой решили провести в промежуточной весовой категории 77 килограмм. Помните, Рикардо был известен своими яростными и довольно-таки жесткими атаками, увы, в 46 лет у Рикардо Майорги этого уже не осталось. Поэтому в первом раунде, нахватавшись ударов от Мартинеса и будучи забитым уже последующими и более акцентированными ударами во втором, во второй трехминутке Майорга ничего не оставалось, как стоять под канатами и пропускать и пропускать удары, вынудив рефери остановить бой. Ну а, пожалуй, самое красочное зрелище развернулось в польском городе Катовицы, где на карте у Матеуша Борека и его промоутерской компании MB Promotions состоялось бесчетное количество поединков, но я хочу поговорить о трех. Первое. Бывший временный обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе Дмитрий Чудинов вышел в ринг, оспаривая вакантный пояс интернационального чемпиона Польши в этом же среднем весе против Роберта Пачижевского. Чудинов, мне кажется, вообще к поединку не готовился и рассчитывал на русское авось, но эта авось не сработала. В первом раунде, пропустив достаточное количество ударов, Чудинов уже не понимал, где он находится. Во втором, после точного удара правый в висок, побывал на конвасе, но поднявшись и продолжив бой, в конце уже второго раунда пропускает еще один очень мощный удар, просто рухнул на настил ринга. К чести Чудинова он смог подняться, но, увы, рефери остановил бой, поскольку действительно продолжение поединка не было никакого смысла. Чудовищный по своему накалу выдался поединок, в котором Патрик Шиманский и Роберт Таларека противостояли друг другу. Я знаю одного и другого парня, в принципе, они в жизни очень хорошие друзья, но то, что они делали в ринге, это просто невозможно. Представьте себе, за неполных пять раундов рефери отсчитал десять нокдауном. Сначала дважды в первом раунде, после очень точных ударов Патрика Шиманского, Таларека оказался на конвасе, а потом нокдауны посыпались то в одну, то в другую сторону, но постепенно Патрик Шиманский начал сдавать. Он все больше и больше оказывался на конвасе, и после удара в корпус, и после удара в голову, и вот в конце пятого раунда рефери остановил бой, потому что Патрик Шиманский хоть и говорил, я буду продолжать, но в глазах у него была полная безнадега, и после окончания поединка на пресс-конференции, после матчевой, Патрик Шиманский сказал, окей, ребята, я завязал с боксом. И главный поединок в Котовицах проводили Мариуш Вах, помните, такого громадного парня, который некогда боксировал с Владимиром Кличком, и проспект Мартин Боколя Илунга. На кону был вакантный титул интернационального чемпиона Польши в тяжелом весе. Если честно, Мариуш Вах говорил, что это последний шанс, я покажу. Нифига он не показал. Я не хотел бы употреблять такого слова, но оно наиболее емко характеризует то, что сделал Мариуш Вах. Он просрал все. В каждом из раундов он был на грани проигрыша, и только благодаря Илунге и его нежеланию добивать соперника, как можно очень в первых раундах, Вах дотянул до восьмого раунда, в котором, собственно говоря, рефери вынужден был остановить поединок, потому что Вах пропускал все, что только мог выбросить Илунга. Илунга получает пояс, ну а Вах, точнее, уже уходит в небытие. До свидания, Мариуш. Да, и помните, мы говорили в прошлой программе о том, что Стив Форбс, бывший чемпион мира в первом легком весе, возвращается после четырех лет забвения. Ну, вернулся он для того, чтобы раскрутить свою промоутерскую кампанию имени себя любимого, и проводил он восьмираундовый поединок против оппонента Тавара Тига. Мы тогда прогнозировали очень быструю и, самое главное, уверенную победу Стив Форбса, но, увы, возраст дает о себе знать. И если в первых трех раундах активность Тига давала ему преимущество, то вот уже в четвертом раунде, когда Тиг показывал первые признаки усталости, за дело взялся Форбс и, благодаря своему опту и знаниям, вчистую переиграл своего соперника, победив единодушным решением судей. Итак, поединок Александра Усика против Карла Сатакама, где Александр Усик собирается дебютировать в хэви-вэйд, состоится не 18 мая, а 25 мая, и не в Чикаго, штат Иллинойс, а в Хаксон-Хилл, штат Мэриленд. Единственный вопрос, как справиться с вот этой вот недельной паузой команда Александра Усика, поскольку, вы знаете, все же рассчитано, каждый день, каждые спарринги, каждый шаг рассчитан. И тут недельная задержка. Не скажется ли это на функциональной форме Александра, и не повредит ли ему вот эта пауза, надеюсь, нет. Но каким будет Александр 25 мая в поединке против Карла Сатакама, будет очень интересно посмотреть. По крайней мере, Карл Сатакам сказал, Усик хочет проверить себя в хэви-вэйд. Вот, поверьте, парни, я ему устрою мясорубку. Информация о том, как все-таки важно платить налоги. Чемпион мира в двух весовых категориях Феликс Штурм в последнее время жил в Боснии, ведя свою промоутерскую деятельность в Германии. Казалось бы, в Германии проходят поединки, Феликс Штурм живет в Боснии, ну, в общем, какие проблемы. Но как только Феликс Штурм пересек границу и приехал в Кернг, где находится штаб-квартира его промоутерской компании Феликс Штурм Промоушенс, он был арестован немецкой полицией, и ему выдвинуты были обвинения в неуплате налогов. И на минуточку ему грозит срок в 25 лет. Вы представляете? Платите налоги вовремя. Назревает конфликт между Димейтриусом Андре-Де, чемпионом мира по версии WBO в среднем весе, и претендентом, официальным, кстати, на его титул, поляком Ацием Сулецкий. Дело в том, что Сулецкий в поединке против Габриэля Рассада травмировал правую руку. И он об этом заявил во всеуслышании, и даже сказал, что проходит терапию. Эдди Хирн тут же возник, говорит, что или вот 22 или 29 июня Димейтриус Андре-Де в своем родном Провансе проведет защиту своего титула, но вот Маций Сулецкий травмировался, и он не будет соперником Андре-Де, на что Сулецкий тут же заявил «Э-э-э-э, моя правая рука при мне, она работает, я даже не прерываю тренировок, и я буду готов на 22 или на 29 число, мне это подходит». Ну вот Эдди Хирн уже ищет нового соперника. Извините, иногда так важно держать язык за зубами. И несмотря на то, что в следующей новости речь пойдет о президенте WBC Маурисе Сулеймане и обладателе титула чемпиона мира, в этой боксерской версии в легком весе Майки Гарсия, она напрямую касается Василия Ломаченко. Дело в том, что Майки Гарсия, попробовав себя во втором полусреднем весе против чемпиона мира по версии IBF Эрла Спенса, и проиграв ему, кстати, впервые в профессиональной карьере, встретится с Маурисе Сулеймана, и они решат, что же он будет делать. И по слухам, которые к нам приходят, Майки Гарсия не собирается возвращаться в легкий вес, он вернется во второй полусредний, где получит, собственно говоря, шанс бороться сразу за чемпионский титул. И если это случится, ну, обидно, действительно обидно. Так хотелось бы увидеть бой Василия Ломаченко против Майки Гарсия. Но, видно, не судьба. И говоря о поединках предстоящего уикенда, Василий Ломаченко. 12 апреля, в день космонавтики, на арене Степл-центра в Калифорнии Василий будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA, ну, и заодно титул чемпиона мира по версии WBA, против обязательного претендента на первый его титул британца Энтони Кролла. Ну, говорить о том, каким будет поединок, собственно говоря, не имеет смысла. Ну, во-первых, Василий на голову выше в техническом исполнении бокса и на две головы, вот именно в скоростных скоростей он превосходит своего визави. Единственное, что может противопоставить Василию Кролла, это вот эту британскую рубку, но для этого нужно заставить Василия остановиться, а это практически невозможно. И говоря о результате поединка, мы предрекаем победу Василия Ломаченко единодушным решением судей, поскольку, как ни крути, подбородок у Кролла бетонный. А в субботу, 13 апреля, нас ожидает целая куча великолепных поединков, так что не спать вам, дорогие мои други, как и мне всю ночь. Ну и первое. На арене мексиканского города Монтерей чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Хайми Мунге в четвертый раз защитит свой титул, проведя поединок против довольно-таки жесткого Дениса Хогана. Ну, ожидаю от этого поединка зубодробительных страстей и смеси от мексиканско-ирландских стилей, которые должны сделать поединок зрелищным. И победителем в этом поединке, по моему мнению, выйдет Хайми Мунге, поскольку все-таки его опыт и техника сделают свое дело, и, скорее всего, он победит техническим нокаутом во второй половине боя. И на арене Борвар Холл это Атлантик Сити, и давненько мы оттуда не видели поединков состоится бой, в котором на кону будут все четыре титула чемпионки мира в среднем весе. И бой проведут Клариса Шиллс и Кристина Хаммер. И тут, честно скажу, чесал я голову, смотрел, крутил нос, держал подбородок, и я не могу предсказать результат. Во-первых, это женщины. Все, что касается женщин, не требует никакой логики, поэтому объяснить, каким будет бой, я не знаю. Я просто хочу спокойно расслабиться и посмотреть этот поединок. Ну, а кто победит? Ну, при всем уважении к женщинам. Мне абсолютно все равно. А вот, что у меня лично вызовет интерес, так это возвращение ночного кошмара Сэма Питера. Помните, такого боксера, который побеждал Олега Маскаева и проигрывал и Владимиру Кличко, и Виталию Кличко. Так вот, где 4 года он пропадал, не могу сказать, не знаю. Но вот в феврале он вернулся и победил довольно-таки оппонента, имя которого даже называть не имеет смысла. По-моему, у него 2 победы, 32 поражения нокаутом в первом раунде. И вот сейчас Сэм Питер выходит в ринг, чтобы встретиться также с оппонентом, Герардо Эскобаром. Его ожидает 8-раундовый поединок. Ну и результат этого боя, я уже могу предсказать победы нокаутом вот в первых трех раундах за Сэмом Питером. Посмотрим, проверим. И главный бой уикенда, который я очень-очень буду ждать, состоится на арене Эрмани. Это Миннеаполис, штат Миннесота, где после своего проигрыша в октябре прошлого года Даниэлю Джейкобсу будет возвращаться Сергей Деревянченко. Соперник у него парень довольно-таки непростой, Джек Калки, которого можно считать где-то проспектом, где-то джорнименом. Очень серьезный боец. Именно вот Калки проверит Сергея после проигрыша Джейкобсу на физическую, функциональную, психологическую прочность. Но единственное преимущество у Сергея это его технический класс бокса, который намного выше. Надеемся, благодаря этому качеству, а также скорости и умению защищать себя, Сергей и пройдет полную дистанцию, полная дистанция в 12 раундов. И надеемся победить единодушным решением судей Джека Калки. Каким будет бой? Давайте мы его посмотрим и восхитимся Серегой. Вот и на этой оптимистической ноте следует сказать вам спасибо большое и до свидания. Но перед этим колокольчик. Я все время хочу взять колокольчик и позвонить, но забываю. Поэтому показываю пальцем колокольчик. Нажмите его, пожалуйста. И все выпуски The Ring News и The Ring Show вам придут первыми. Призываем все спортивные ресурсы распространять в наши программы. Согласитесь, они довольно-таки неплохие. И будете вы их смотреть не только у нас, но и на других ресурсах с большим удовольствием. Если у вас есть вопросы по поводу сотрудничества, либо просто вопросы, пишите Мы с радостью прочитаем и ответим на ваши вопросы и пожелания. Ну и помните, что бы ни происходило и что бы с нами ни случалось, все всегда будет бокс. Субтитры создавал DimaTorzok